Здравствуйте, дорогие товарищи! Будем второй день, как обсуждают меня в социальных сетях. Как только я подал документы на пост главы города Сургута, типа в конкурсной комиссии, это по соревнованию, можно сказать, по соревнованию на главы города Сургута, и идёт обсуждение. Читаю комментарии, удивляюсь, что бы в России без сплетни было бы. Вот эти сплетни, которые создают средства массовой информации, не буду назвать, какая, пишут, что Абдурахманов такой-ской, он там боролся в Ленторе в 1923 году, на главу Белого Яра выдвигался, и тут на главу района выдвигался, а теперь на главу города, да, я выдвигался, буду дальше выдвигаться, сколько у меня есть сил, я буду бороться, я борец, поэтому не буду сдаваться, для чего я знаю, что шансов нету, там выбирает, избирает своего, голосует за это главы только депутаты, граждане не голосуют, это новый вид, новые технологии для узурпации власти, всякие технологии придумают, главное, что остаться у власти. Вот и один из технологий, вот это есть конкурсная комиссия, путем подбора кандидатов, через конкурсную комиссию, мы помним, что в 2021 году 66 человек подал документы, и тут власть испугалась, не нашли достойного кандидата, отменили конкурс, назначили через месяц, через месяц полтора человека сдают документы, и Филатов в том числе был в этом, среди этих кандидатов, и утвердили, и конкурс, конкурс состоялся, вот, и поэтому, как бы ни шло обсуждение, вот таким образом они, вот это журналисты, журналисты так такого говорили, говорю, буду говорить, у нас журналистки нет, у нас пропаганда, эта пропаганда может из говна сделать конфетку, из конфета может сделать говно, преподносит людям, а люди это хавают, люди это хавают, поддаются на это, это журналисты, как собаки на косточку, вот, на жирную косточку кидаются, вот они и кидаются на такие, как предложения со стороны власти, они все провластные, я особо с ними не сотрудничаю, и поэтому они про меня не пишут хорошего, они хорошего пишут про чиновников, про меня, всегда они обливают грязи, обливали и будут обливать грязи, так что, я на это особо не обращаю внимания, что хотел бы сказать, что предлагаю всем жителям города Сургута установить рекорд, подать документы, там особые документы не надо, заявления, сведения о работе, сведения о образовании, и там, и все практически, подаешь документы, в конкурсную комиссию, восход 4, город Сургут, кабинет 212, и установлен рекорд, давайте тысячу человек, в этот раз зададим документы, и посмотрим, чем это закончится, опять власть испугается, отменит этот конкурс, как в прошлый раз, вот это, это не выборы, это клоунаду, которую устраивают они, показывают людям, что якобы, это выборы, естественно, это выборная глава, как это, в кавычках, избранная, новая избранная глава, который голосовал за него депутаты, он будет в интересах депутатов работать, потому что за него голосуют депутаты, 25 депутатов, вот они 25 депутатов, будут там, в течение там, пяти дней, пяти лет, обслуживать, а про граждан, наплевать на граждан, граждан здесь не заинтересованы, не заинтересованы, гражданам самим тоже не интересно, они в апатии, именно приват, кто глава города, кто ворует их бюджетные деньги, кто их имеет, вот, и выборы главы отменили в 15-м году, мы с вами помним, выборы главы города Сургута, Попов работал год, Швалов от партии жуликов-воров ушел с позором, работал три или три с половиной года, Филатов тоже работал три года, то есть до конца никто еще не дорабатывает, каждый, кто приходит во власть, собирает свою команду, и как бешеная голодная собака, вот, кидаются на это бюджетные деньги, а потом уходит с позором, и знаете, с позором уходит на повышение, как Швала ушел, с позором, по имеющейся у меня информации, из открытия источников, у него сын организовал и крышевал, игорный бизнес, игровые автоматы по городу Сургуту, якобы он убежал, по слухам, убежал в Венгрию, у него там видно жительство, у него там жилье, у него там все, состояние уехал, в Венгрию Ашуалов пошел на заместитель главы, заместитель губернатора стал, представляете, Комарова, губернатор Хантуманисийского округа, создает дополнительные вакансии, дополнительные, параллельно, в такой же должность, имея такую должность, такую вакансию, она дополнительные создает, получается, два заместителя губернатора по одной линии, и создает там рабочие места, в кабинеты и так далее, и так далее, и через полгода он идет дальше в Государственную Думу, чтобы получить неприкосновенность. Вот это партия жуликов-воров, которая скрывается за мандатом. Я был соперником, конечно, Швалова в 21-м году в Государственной Думе, он 33% набрал, 33% от общего количества, от голосующих, не от общего, от голосующих, где в регионе, в районе 600 тысяч избирателей, он получил всего лишь там, в районе 60 или 65, по-моему, тысяч голосов. Вот, за меня проголосовали в районе 23 тысяч, я потратил не одного рубля, а он потратил 40 миллионов, ну, он набрал поэтому и два раза больше, и выиграл якобы. А за него голосовали бюджетники, полицейские, пожарники, учителя, врачи одним словом. Вот и он прошел. За меня голосовали простые граждане. Конечно, я благодарен тем людям, которые поддержали меня. Вот к чему я, что вот, вот так выборы проходят. Сейчас новый глава придет, проголосует, за него там 25 депутатов в городской думе. Знаете, 25 голосами, стат главы города, блин, любой дурак может. Или главы района Турбецкой, за него голосовалось 15 депутатов в районную думу, 10 депутатов. И 10 голосами он стал главы района. За губернатора проголосовали там 25 или 30 голосов. Из 45, из 38 депутатов в окружной думе за него голосовали там в районе, не знаю, может быть, 30. Даже едино-гласный, если взять это голосование, ну, что такое 30 голосами, 38 голосами, стат губернатором, это любой дурак может. Поэтому, а что можно ожидать от этого дурака, я сами знаете. Поэтому это то, что выборы сейчас, главы города, в кавычках выборы, это соревнования. Здесь ни у кого шансов нету. Нам, коммунистам, оппозиционерам, недовольным, которые критикуют власть, остается единственный вариант использовать это в качестве трибуны. Трибуны, чтобы донести до общественности вот этой информации, прорывать информационную блокаду для этого мы выдвигаемся. А так, вы что думаете, что кто-то Абдурахманова изберет на главы города, и депутат из-за него единороссов проголосует, да, они застрелятся на следующий день, если они за меня будут голосовать. Так что они никого не поддержат, у них есть свой кандидат, который по указу сверху, это, да, такие, такие места согласуются с администрацией президента, с Москвой, поэтому здесь шансов ни у кого нету. Поэтому эта трибуна вот в течение месяца будут меня обливать грязью, говорить там всякие чушь, лезть в мою семью, что моя семья, я такой, сикой, выгнал жену, забрал детей, или там что-то развелся, нехороший какой, ой-ой-ой, это Абдурахманов, Путин развелся, это нормально, для общественности преподнесли, что это нормальное явление, президент развелся, 2018 год, если вы все помните, в один день 35 депутатов Государственной Думы развелись от Единой России, в один день остался срок до, для того, чтобы отчитаться о своим доходах, там последний день был, они не успевали отчитаться о доходах, они подали на развод, в один день 35 депутатов подали на развод единороссы, об этом средство массовой информации молчал, никто ничего не говорил, это нормально, вот Абдурахманов в Сургуте развелся, это плохо, это ой-ой-ой, какой он кошмар, какой страшный человек, еще троих детей забрал, воспитывать в одиночку, какой он нехороший, поэтому эта пропаганда, мы каждый день видим, они переподносят ложь, как правда, и люди в этом верят, представляете, поэтому то, что средства массовой информации в особо федеральное телевидение и региональное, и местное телевидение, которое вам преподносят, это все ложь на 99%, только 1% может быть правды, поэтому особо не верьте, это пропаганд, я их назвал не пропагандист, а пропагандоны, так что давайте всякую чушь напишите в комментариях против меня, я никому ничего плохого не сделал и никому не мешаюсь своим выдвижением. До свидания, с вами был я, Вадим Абдрахманов, главный коммунист Хамай Югры. До свидания.